Апрель 2022-го. На набережной Саровке нетипично высокие скорости течения привели к размыванию берегов и обрушению габионов. Тогда в компании «НишНовГеопроект» нам пояснили, что ситуация возникла из-за критического уровня спуска воды в реке. Габионы, как и любые другие конструкции, проектируются с учётом эксплуатации, в данном случае гидротехнических объектов, плотины и водохранилища. Состояние, которое сейчас у вас наблюдается, все кадры, которые я видел, говорят о том, что эта ситуация нетипичная для этой реки. Произошёл как будто бы аварийный сброс или намеренно опустили уровень воды, может быть, за тем, чтобы кто-то решил подстраховать себя в преддверии накопления и пропуска половодия. Компания «Саровинвест» восстановила благоустройство набережной за свой счёт в кратчайшие сроки, потратив на работы порядка 10 миллионов рублей. Претензии к городским властям для возмещения ущерба подавать не стали. Однако, как нам сообщили в «Саровинвесте», в период подготовки к паводковым мероприятиям в этом году были достигнуты договорённости с Леонидом Бородулиным, заместителем главы города, о том, что в этот раз уровень «Саровки» не будет опущен ниже минимально допустимого конструкции габионов. Однако, в администрации договорённости не выполнили, в результате чего прошлогодняя ситуация повторилась. Уровень «Саровки» спустили до критических отметок. Возникли нетипично высокие течения, габионы вновь размывает. Ущерб в этом году составит уже не один десяток миллионов. Александр Белов Александр Белов принимал участие в строительстве набережной в Сарове. Также он главный инженер организации, которая проектировала и ведёт авторский надзор за строительством набережной реки Викчинзы в Дивееве. По словам Александра Саровка и Викчинза, похожи по гидрологическим характеристикам, у них одинаковые параметры и грунты. Поэтому и решения по укреплению берегов габионами одинаковые. Разные подходы к эксплуатации гидроузла в период подготовки к поводку. Сейчас там осуществляется пропуск в половодье. Так вот, там такой ситуации не наблюдается. Там затворы открыты таким образом, чтобы в пруду Дивеевском в Верхнем Ефе уровень воды находился как раз на границе матраса. При этом Нижний Еф, он выполнен в виде канала, заполнен тоже не полностью. Идёт нормальная работа по сбросу воды. Из-за отсутствия в составе комиссии по чрезвычайным ситуациям, специалиста-гидролога администрация Сарова принимает решение, не обращая внимания на показатели эксплуатации габионов и возможные последствия. После подтопления территории хлебозавода был произведён сброс воды, в результате чего затопило садовое общество имени Гагарина. А быстротечные потоки реки разрушают и основание моста на Музруково. Действия Саровской администрации, повторяющиеся из года в год, уже привели к серьёзным последствиям, которые угрожают не только благоустройству, но и безопасности горожан, их имуществу и городской инфраструктуре. Саровинвест планирует обратиться в прокуратуру с требованием о проверке действий должностных лиц администрации при принятии решений по спуску воды.